Более 20 кандидатов представят партию «Единая Россия» на выборах в органы местного самоуправления поселений Щелковского района. Списки претендентов утвердили путем тайного голосования в рамках конференции Щелковского отделения партии. О задачах, которые стоят перед кандидатами, членами и сторонниками «Единой России» в преддверии выборной кампании, рассказала секретарь местного отделения Надежда Суровцева. Мы должны построить четкую систему обратной связи с поселением через общественные приемные партии, чтобы, во-первых, все предложения, которые дают люди, транслировались до органов власти, во-вторых, чтобы люди узнали о намерениях и делах власти из первых рук, а не по слухам и томосам. Также необходимо усилить работу партии по реализации уже существующих партийных проектах и генерации новых в соответствии с планами модернизации экономики Щелковского района Московской области. Утвержденные списки кандидатов составлялись на основании результатов праймеры с «Единой России», проходивших в июне и мае этого года. 10 сентября жителям города Щелково предстоит голосовать на дополнительных выборах в городской совет депутатов по одномандатным округам. Номер 1, номер 7, номер 18 и номер 21 в городском поселении Монина определят главу муниципального образования, а в городском поселении Загорянский состоятся досрочные выборы в местный совет депутатов. Также дополнительные выборы пройдут в муниципальные парламенты поселений «Анискинская», «Трубинская», «Свердловский», «Огудневская» и «Фрянова». Я бы пожелал каждому из кандидатов подумать о том, зачем он идет во власть. Либо это статус и только, либо это работа. А это действительно работа. Действительно у нас сейчас исполняются в области более 70 различных программ, более 20 программ муниципальных, а это программы, которые как раз и решают эти задачи. Это благоустройство дворовых территорий, это ремонт многоквартирных домов, это ремонт подъездов, это дороги, это освещение, это чистая вода. Сделать все возможное, работая вместе, совместно представительной и исполненной власти, для того, чтобы у нас уровень качества жизни людей на территории Подмосковья, на территории Щелковского района с каждым годом повышался. Предвыборную программу партии также утвердили в рамках конференции. В это время вошли направления работы, затрагивающие развитие экономики, образования, здравоохранения, спорта и культуры Щелковского района, а также транспортной инфраструктуры и сферы ЖКХ. Все программные тезисы согласованы с реально действующими региональными и муниципальными проектами. В том числе учитывается строительство школы в микрорайоне Солнечный, возведение пристроек к уже действующим учреждениям образования в деревне Медвежье озера и микрорайоне Чкаловский, обустройство восточного обхода в городе Щелково и реконструкция спортивных объектов в городском поселении Монина. Подробно в программе изучены перспективы развития городского поселения Загорянский и принятие нового генерального плана, который предусматривает открытие пешеходной зоны и обустройство Аллеи Славы, благоустройство пляжной зоны на берегу реки Клязьма, ремонт двух водосаборных узлов и комплексное благоустройство дворовых территорий. Всего участие в конференции приняли более 200 делегатов. Александра Гранич, Александр Оржевский, телерадиокомпания Щелково.